Всем хай, с вами Юджин, и добро пожаловать на вечер с Юджином. Ох, и давненько мы с вами не общались, друзья. Прошло уже, по-моему, почти что три месяца с последнего выпуска, где я еще записывал его в Дубае. Вот он здесь, можете посмотреть. Как вы можете заметить, у меня немножечко изменилась локация. И я даю вам пять секунд, чтобы в комментариях написать, где я сейчас нахожусь. Время тикает. Окей, написали. Угадали вы или нет, я расскажу чуть позже. Дальше в видосе. Смотрите, не выключайте. Ну а пока что мы начинаем прекрасный выпуск вечера с Юджином, где я расскажу вам, что за дела у меня происходят, и отвечу на несколько ваших вопросов, которые я задал во всех своих соцсетях. В Телеграме, в ВК и на Ютьюбе. Ссылки на все эти ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Но я думаю, на Ютьюбе вы уже знаете, какая ссылка. Но я не уверен, что вы подписаны. Если вы не подписаны, то прямо сейчас клацните по кнопочке подписаться и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать никакие уведомления. Я, конечно, не настаиваю. Вы можете не подписываться. Если хотите пропустить какой-нибудь важный видос, например, новый выпуск по Стрэнда Дип или Арку, можете не подписываться. Черканул по больному сейчас, я знаю, извините. Но это неизбежно, друзья. Придется задеть некоторые болевые точки сегодня, потому что и у меня внутри все болит, к сожалению. Я, конечно же, говорю о финальном эпизоде сериала Арк, который вышел пару месяцев назад, и я долгое время хотел записать видос, чтобы поговорить про это, высказать свои мысли, душу излить. И все никак, никак не мог решиться, откладывал. Потому что, ну реально, это тяжелый был момент для меня. Сейчас я впервые могу говорить об этом с улыбкой на лице. Для тех, кто не в курсе, я расскажу. Арк это сериал, который выходил у нас с 2015 года. Главным героем которого был великий, несгибаемый Пауэр Дрэщ, персонаж, который вы создали, которого вы так все полюбили. И в процессе со второго сезона добавилось еще два персонажа. Это археолог и его коллега, которые вели раскопки и пытались найти хоть какие-то зацепки, чтобы доказать существование Пауэр Дрэща. Обоих этих персонажей, вы не поверите, играл я один. Никого больше, все я. В том числе и Пауэр Дрэща тоже я озвучивал. Вот, похвалу, похвалу. На самом деле, я не любитель максимум пафоса нагонять, но скажу, как есть, как я чувствую. Это был очень крутой сериал. На самом деле, это был один из лучших сериалов на нашем канале и один из самых значимых, запоминающихся персонажей, которые я когда-либо создал. На самом деле, даже не я, а мы с вами вместе создали, потому что я наклепал его просто в редакторе персонажей, дал ему небольшую личностную характеристику, а вы это оценили. И благодаря вашим отзывам я понял, что двигаюсь в правильном направлении с этим персонажем. И так вот вместе с нами он ожил и начал свое очень странное, очень долгое и местами цикличное, постоянно цикличное приключение. С точки зрения геймплея, конечно же, это, наверное, скукотища полная. В том плане, что для геймплея нужно развитие постоянно. То есть, если есть возможность сделать мега-нанобазу, а не делать ее из говноя палок, как я, то ее надо бы сделать. Но я не такой игрок, и PowerDream не такой человек. И признаюсь, я вообще не видел никакой глубины у этой истории. Вот от слова совсем. Я просто угорал. Но постепенно, когда я начал усложнять контент, именно производство, когда я начал добавлять этих персонажей, археологов, когда я начал пытаться все это обернуть в какую-то сюжетную линию, чем дальше, тем больше я понимал, насколько эта история отражает вообще все, что происходит у меня в моей личной жизни. И на самом деле она говорит гораздо больше, чем я бы мог вам вот так вот сказать. Потому что с творчеством мне легче общаться. Я вот что-то про себя заметил. Поэтому всегда эти выпуски мне было довольно-таки тяжело эмоционально делать, потому что приходилось погружаться во все, что у меня происходит. Почему я это делал? На самом деле какой-то мазохизм, но почему я это делал в таком ключе? Потому что я заметил, что если я испытываю какую-то сильную эмоцию, когда я делаю контент, когда я его монтирую, снимаю и так далее, то я знаю, что вы ее тоже испытаете. Поэтому если там я вас заставлял плакать, знаете, я плакал предварительно. То есть мы все в одной лодке здесь были. Но даже когда я делал уже сюжетные какие-то ветки, добавил этих двух персонажей-археолога с коллегой, это все равно было, знаете, эти двое были просто напоржать. Чисто поржать и рекламку вставить. И больше ни для чего. Основная телега гналась именно с Пауэр Дрющом. Именно то, что происходило уже в самой игре непосредственно. Но потом я вдруг понял, что и просто постоянно делать двух персонажей для гэгов, ну, лично для меня не особо работает. Потому что я перестаю смеяться над этими шутками, так как они тоже имеют цикличный характер. Хотя вроде как стабильность это залог успеха, как говорят. Но потом я решил сделать финал второго сезона. И там впервые дал небольшую грустную нотку, которой никогда не было у этих персонажей. И вместе со вторым сезоном окончилась определенная фаза в моей личной жизни. И я двинулся дальше. Прошло какое-то время. И внезапно я решил продолжить сериал уже на третьем сезоне. И я вернул все на прежние рельсы. Грубо говоря, я сделал двух персонажей снова очень потешными. Они просто угорали, вставляли рекламку, чтобы получить финансирование. И в принципе все. И основная история опять разворачивалась вокруг именно геймплея. И в общем серии потихонечку выходили. Когда у меня появлялось время, достаточно время. А чтобы вы понимали, каждая новая серия это было все больше и больше материала. То есть я порой отсматривал 24 часа чистого геймплея, чтобы найти материал, который можно уложить в одну историю. Это был просто кошмар. Короче, вот серии выходили. И внезапно я переехал в Дубай. И перед переездом я думаю, блин, я еду туда, где есть прям настоящая пустыня. Это будет очень весело. Я взял с собой всю одежду персонажей. В общем, все, что нужно для арка, я взял и двинул в Дубай. Но даже там я еще три месяца жил. И просто, не знаю, не было у меня какого-то вдохновения, чтобы как-то продолжать это дальше снимать. Одежда просто пылилась. И я занимался другими проектами. Потом я пригласил в гости маму. Мама прилетела, и тут меня осенило. Я вдруг понял, что можно сделать очень серьезный ход в контексте этих двух персонажей, археолога с коллегой, и прям значительно углубить историю. И я понимал, что, скорее всего, это уже будет, знаете, это будет уже трудно поставить на прежние рельсы, где персонажи просто творят какие-то глупости на серьезных щах и продолжают выбивать финансирование. В общем, я понимал, что, скорее всего, вот отсюда уже будет прям такой спуск в какую-то глубину, из которой очень трудно будет выйти без какой-либо кульминации. И здесь я впервые нащупал, что второй персонаж, коллега, достоин тоже своего грустного такого, знаете, грустного сюжетного развития. Потому что до этого он всегда был просто тем самым персонажем, который терпит все странные выходки чувака рядом с собой. И просто, короче, такой, знаете, груша для битья своего рода. И вот он выходит предпредпоследний эпизод арка, где появляется мама. Я помню ваши комментарии, насколько вы были тронуты этим, этим неожиданным эпизодом, неожиданным поворотом сюжета. Я, знаете, еще изначально думал, что главный герой этой истории всей, помимо Пауэрдреща, это археолог сам. Ну, то есть, типа, у него есть мечта, он что-то там к ней идет, и он такой весь, знаете, бравый, задорный. А коллега это просто такой придаток для приколю. Который, знаете, будет неким отражением нормальности для контраста. То есть, типа, археолог, он сумасшедший, но чтобы его сумасшествие считывалось, нужен кто-то нормальный, рациональный. Вот, и коллега был чисто для уравновешивания. Но после выхода эпизода с мамой я понял, что на самом деле главный герой истории именно коллега. Даже не Пауэрдрещ, даже не археолог. Это он, он главный герой истории. После выхода предпоследнего эпизода я начал думать, что делать дальше? В какую сторону это все развивать? Можно было бы снова вернуть все на рельсы. Веселье, потешности и никакой серьезности. И просто клепать, клепать, клепать. Но внутри меня так началось сильно свербеть. Вы не представляете. Это было очень сильное чувство внутри. И я начал думать, что можно сделать такого, что прям, ну что прям было совсем, совсем разнос. И внезапно в голове появилась идея, что единственный поворот, который, скорее всего, никто не ожидает, сюжетный поворот, это персонажи ищут Пауэрдреща в прошлом, пытаются найти его как ископаемое, но на самом деле ископаемое это они сами. И когда мне пришла в голову эта мысль, у меня чуть ли слезы не полились, потому что это, ну, это настолько сильно говорилось с моими внутренними струнками, что даже сейчас трудно говорить об этом. Натягиваем улыбку. Изначально у меня была идея, что оба эти персонажи попадают в песчаную бурю и их обоих засыпает. Ну, там, они в ней пропадают, в этой песчаной буре. И как бы все, конец. Они оба ископаемые, и коллега это осознает. И как бы все. Но потом я подумал, что это как-то не вяжется, что это как будто бы, знаете, неудовлетворительный финал для коллеги. Для археолога это то, что он искал. Он стал ископаемым и встретился с Пауэрдрищем в будущем. И, в общем, дал ему, так сказать, вдохновение в ответ на вдохновение, которое Пауэрдрищ ему давал. То есть, прям вот все. Их история схлестнулась, зациклилась, и... Конец. Конец без вопросов, так скажем. Но если коллега бы так же засыпался и стал бы ископаемым, это как будто бы совсем не то. Поэтому я решил для него сделать отдельный финал. Такой, знаете, финал, который как бы намекает на то, что его истории дальше будут продолжаться. Какие они будут, уже одному ему известно. Но вот этот промежуток времени, что он провел с археологом на этих раскопках, должен был его чему-то научить. И, мне кажется, он многому его научил. Потому что, опять же, я обратился к самому себе. Вспомнил, что у меня происходит сейчас, в данный момент времени. Что у меня происходило раньше. Как я реагировал на ситуации, когда мне приходится делать то, что мне не нравится. Но я знаю, что я делал это для чего-то там более великого, в моем понимании. В общем, я все это укомплектовал в такой вот финал вдохновляющий. То есть, я... Моя цель была, друзья, моя цель была заставить вас всех рыдать. Как и назывался этот видос. Но я не просто это хотел сделать, как садюга. Знаете, типа, ааа, все будете плакать, вам всем будет плохо. Я хотел, чтобы через эмоциональное потрясение лучше зашла идея вдохновения. Это, в принципе, то, что я всегда пытаюсь донести с помощью своего канала. Нарочно я делаю это или нет. Но, по крайней мере, я всегда об этом думаю. Что как бы вот плохо ни было, как бы все, как бы тучи не сгущались. Есть что-то там, есть что-то. Пока вы можете идти, идите. И пока я над всеми этими сценарными ходами размышлял, я понял, наконец, что история поводрещает, и действительно... Вообще, весь этот арк, весь сериал-арк получился историей полной неудач, постоянных неудач и постоянного боя, который ты даешь этим невзгодам всегда. Несмотря на что. Потому что, в принципе, что такое жизнь? Вы заметили, как много негативных эмоций люди испытывают? Сколько есть положительных эмоций и сколько негативных? Допустим, гнев, страх, грусть. Радость. Три. И радость. Одно. Одно на три. То есть, большая часть жизни, друзья, у нас неприятные чувства мы испытываем. Но мы их преодолеваем, чтобы один разочек, парочку раз испытать вот это радостное чувство счастья. И я надеюсь, что... Надеюсь, вам эта идея как-то залетела в голову. Надеюсь, вы ее считали. Надеюсь, я смог ее преподнести. Я очень старался. Знаете, мы ведь всегда учимся через яркие эмоции. Например, через песню можно лучше донести какую-то идею, чем просто если я вам такую буду рассказывать. Через шутку легче доходит идея, чем, опять же, через скучную лекцию. Все потому, что все эти вещи вызывают яркую эмоцию. И я очень старался сделать эмоции максимально яркими. Я... Как же я старался сделать красивый монтаж? Красиво укомплектовать этот эпизод, Чтобы каждый момент, как песенка, как, знаете, как тын-тын-тын, как оркестр звучало. Чтобы все сложилось как надо. Чтобы каждая пауза в кадре, каждая пауза в диалоге звучала как надо. Чтобы вот прям вы именно смогли все это прочувствовать. Я очень долго работал над последним видосом. Там было 14 или 15 часов геймплея и очень-очень много материала, который я отснял. Я ездил в пустыню, в самую жару. Это был август. Август в Дубае, друзья. Это ужасное время. Это очень жарко. И я ездил самым ранним утром, чтобы... Видите, песок еще был холодненький немножечко. Потому что там у нас было всего 2 часа от силы. Пока не начиналось просто адское жарища, от которой хотелось умереть. Даже если не хотелось, ты умирал. Но самой сложной была последняя ночь. О, боже мой. Последняя ночь монтажа. Я, короче, не спал всю ночь, чтобы вы понимали, перед выпуском. И я все это время монтировал этот эпизод с пустынной песчаной бурей. И вставлял вот эту музыку. Короче, все это делал всю гребаную ночь. И я плакал. Я просто плакал, сидел и не мог никак остановиться. И я старался никого не разбудить дома. Я так сидел. Просто вы можете видеть, какие у меня были слезы. Я выложил свое фото после премьеры выпуска этого финального в Телеграм. Можете зайти сейчас, найти, проскролить, увидите меня, насколько я был в слезах. Но это даже не настолько сильно, как в ту ночь монтажа. В общем, я понимал, что, скорее всего, вы будете испытывать нечто такое же. Напишите в комментариях сейчас, сгрустнулась ли вам, плакали ли вы или нет. Имело ли для вас это какое-то значение, как для меня. Мне будет приятно прочитать это еще разочек. Потому что конец эпохи, друзья. Очень крутая была работа, на мой взгляд. Я горжусь. Несмотря на то, что это всего лишь дурацкий летсплей. И если для вас, друзья, тоже эта история имела большое значение, как и для меня. Если вам она понравилась, если она вас тронула, как меня. Я буду очень рад, если вы прямо сейчас поставите лайк. Это будет для меня очень много значений. И несмотря на то, что я сказал, что это конец эпохи, я не отрицаю, что, может быть, когда-нибудь выйдет продолжение. Что я дальше захочу эту историю развивать. Я уже знаю, куда я буду развивать ее. И при том, что выходит ARK 2 довольно-таки скоро. То есть я не говорю, что я прям сто пудов навсегда закончил. Всякое может быть. Но у всего этого есть, друзья, одно огромнейшее, просто гигантское но. Это летсплейный канал у меня. А все обычные летсплейные каналы делают видосы каждый день. И там важно делать много контента, играть в разные игры. Вот такие видосы делать постоянно невозможно. Именно поэтому видосы по ARK выходили так редко. Потому что среди всего завала, который на меня сваливался, мне нужно было выделять время, чтобы его делать. И это очень утомительно, если у тебя нет большой, квалифицированной команды. И я, правда, много раз пытался собрать команду, которая смогла бы потянуть такой контент. Делать так же, как я его делаю. Но вы не поверите, это просто чрезвычайно сложная задача оказалась. Я столько раз нанимал монтажеров. И каждый раз вот ничего, ничего, даже близко не подходило к уровню, который я требую. Такие видосы, как ARK, это совсем, совсем другой уровень. Это уже уровень Евгений. Уровень евгенианства, я бы сказал. Да, вы все знаете, что я не люблю хвастаться. И я часто даже себя принижаю, когда не стоило бы. Но есть одна вещь. Несколько вещей, но, в общем, одна конкретная, которой я по-настоящему хорош. Это монтаж. И это не просто монтаж, а это режиссура монтажа. Это создание нужной эмоции внутри видоса. Создание ритма, взлет и падение, эмоциональная карусель. Как сделать интригу, как сюжет завернуть. В общем, вот эта сценарная, монтажная история. В этом я, я в этом хорош. И я много раз, как я уже сказал, пытался найти себе монтажера. Монтажера в целую команду собрать. Людей, которые бы смогли дотянуться до моего уровня. Сделать вот прям как надо, а даже лучше приумножить. Но получалась фиаско. У всех был уровень влог, летсплей, ну, стандартный летсплей. И, в принципе, вот и все. Или свадебный видос. И причем это не одного меня такая проблема. Найти хорошего человека в свою команду. На самом деле, у меня очень много знакомых блогеров. Больших блогеров с большими каналами. И летсплейной в том числе. И все говорят мне, блин, нету, нету людей. Некому давайте вот делегировать, чтобы развиваться дальше. Приходится все самим делать. И за все эти годы поиска я уже реально до такого отчаяния дошел, что я начал думать, может быть, мне самому же курсы какие-то начать вести по монтажу, обучать людей и говорить им, как нужно делать. Знаете, мне кажется, проблема вся в том, что я не супер в этом разбираюсь, но мне почему такое ощущение, что когда обучают монтажу, не обучают самому главному. Это мышлению. Правильному мышлению, когда ты монтируешь. Как правило, учат инструментарию. Вот, типа, есть так, есть вот такое правило монтажа с клика, там, 7 секунд у кого-то есть, еще прочее, прочее, прочее. Но не учат мышление. Слушайте, я прям завелся. Короче, если вы хотите, чтобы я сделал свой курс по монтажу, прям пишите в комментариях обязательно. Или, может быть, вы уже крутой монтажер, пишите мне тоже, и я с удовольствием вас возьму на работу. Потому что есть очень много чего, что можно делать. И помимо летсплеев. Я говорю про более крутые проекты, про короткометражки. Например, вот это видео про Хаги-Ваги, которое год назад вышло. 11 миллионов просмотров набрало, что это просто офигеть результат. Я сам это монтировал, сам это режиссировал, все это сам делал. Но было бы очень здорово, если был бы кто-то, кому я бы мог это доверить, чтобы сразу снимать что-нибудь еще крутое. Знаете, я еще заметил, что каждый раз, когда я делаю в видосе анонсы различных творческих конкурсов или даю клич о том, что я ищу какого-то специалиста в той или иной сфере, я постоянно натыкаюсь на комментарии подобного содержания. Я бы сделал, но, к сожалению, я ничего не умею. Жаль, что я криворукий, я не могу, но я бы сделал. Меня это даже огорчает, на самом деле, потому что, друзья, я тоже ничего не умел в самом начале. Но просто я не зациклился никогда на том, что у меня что-то не получается. Я думал о том, что у меня получается таки. Даже если ты не умеешь лепить, но ты начинаешь что-то лепить, у тебя же что-то получается, вот, ты сделал это. Может быть, ты там хотел сделать мега красивую птичку, но у тебя получилась немножко своеобразная птичка, да, скажем так. Но она у тебя получилась. И у тебя какой-то опыт появился, твои руки что-то запомнили. Значит, в следующий раз ты сможешь сделать эту птичку уже лучше. Ключевое слово здесь получилось. И потом я всегда кайфовал от процесса обучения. Мне просто нравится ощущать некое развитие свое, пускай и не значительно. И я всегда стараюсь вдохновить людей вокруг, у которых еще пока что пессимистичный взгляд на вещи. Говорите себе не «Я хочу, но не умею», а просто «Я хочу». И вы не поверите, как быстро вы станете замотивированным. Поэтому только позитивный настрой. И к тому же у вас в распоряжении целый интернет. Столько возможностей получить клевые навыки, например, в IT-сфере, которая на самом деле сейчас максимально вас требует. И не только в России, но и во всем мире. Для вас получить навыки в этой сфере максимально просто и доступно. Просто заходите на онлайн-школу Skill Factory и выбирайте себе курс, который вам по душе. Я бы обратил внимание на разработку игр. Тони мечтал сделать свою собственную игру. Много из моих знакомых ребят, в том числе и с которыми я сотрудничаю, работает именно в этой сфере из России, но на зарубежные большие крупные компании. Выполняют заказы огромных игровых студий. Вы тоже можете себя попробовать в этой области на курсе разработчик игр на Unity Pro. Он подходит как и для новичков, которые решили вот только начать осваивать профессию геймдизайнера с нуля, так и для тех, кто уже работает в индустрии. Курс особенно понравится тем, кто давно мечтает создать собственную игру, но не знает, с чего начать. Я вот все пытаюсь найти людей для создания собственной игры, которая уже написана. Просто вот жду, пока вы свой талант раскроете, наконец. На курсе вы научитесь с нуля создавать игру от этапа идея до конечного релиза на движке Unity. Создадите 7 готовых игр для своего портфолио. Во время обучения практикующие менторы помогут вам разобрать ваши ошибки и максимально направить вас в правильное русло. Вы изучите основы 3D-моделирования и асинхронного программирования, освоите C-Sharp и многое другое. Самое приятное, вы сможете, наконец, реализовать свои идеи для игр и поймете, как их продвинуть на игровой рынок и начать на этом зарабатывать. Также на курсе есть карьерный центр, который помогает своим студентам устроиться на работу по окончании обучения. А в честь Черной Пятницы для вас будет доступен продвинутый карьерный модуль. И не нужно бояться, главное сделать первый шаг, а Skill Factory помогут вам сделать этот шаг максимально приятно. Ведь у них сейчас Черная Пятница, а значит вас ждут прекрасные скидки до 60% на обучение по моему промо-коду. И более того, что очень круто, как мне кажется, и максимально гарантирует для вас наилучший результат, Skill Factory вернет вам деньги за обучение, если после его окончания вы не устроитесь на работу. Как я и сказал, нужен позитивный настрой, вера в себя и все двери будут перед вами открываться. По крайней мере, я стараюсь жить именно так и это реально работает. Переходите по моей ссылке в описании и записывайтесь на курс от Skill Factory прямо сейчас. А теперь давайте перейдем к ответам на ваши вопросы и я расскажу, где я нахожусь. Первый вопрос. Где ты сейчас? В какой стране? Все хорошо в твоей жизни? Прошлый видос с ответами на вопросы я записывал в Дубае. После чего я переехал в Казахстан, в Алматы. Там я снял себе уютную квартирку, организовал себе рабочее пространство, а потом решил вернуться в Россию на некоторое время повидаться с родными. Собственно, вот я в своей старой рабочей студии у себя дома и здесь кайфово. Но через неделю я уже обратно возвращаюсь в Алматы, поскольку у меня свои планы на жизнь, которые я хочу реализовать и я ни перед чем не остановлюсь, пока это не сделаю. Я знаю, сейчас многие спросят, особенно те, кто живут в Алматы, как мне там понравилось или нет. Я скажу, что я пока еще толком ничего не посмотрел, потому что я был там всего 6 дней, по-моему, и все это время я тратил на то, чтобы найти себе новую квартиру, как-то обустроиться, толком, в общем, ничего не смотрел. Но мне понравилось, что очень отзывчивые люди там. Я прям с самого аэропорта, столько людей ко мне подходило, чтобы как-то помочь, что-то там посоветовать, куда пойти, где лучше такси заказывать, как, в общем, куча-куча всяких лайфхаков и прочего. Просто вот так вот, незнакомцы говорили, подходили, это было очень прикольно. Все такие, знаете, по-свойски общались со мной, и мне было непривычно. Вот я с таксистом ехал, такой, он мне на ты, по-братски, так, брат, че там, как, вот так со мной общался. А я привык ко всем говорить на вы, особенно если человек старше меня или просто незнакомый. Вы, вы, вы. Я такой думаю, блин, а че я ломаюсь? Давай-ка я попробую вписаться, так сказать. Я начал такой, брат, ты, короче, в общем, на его языке начал говорить. Это было прикольно. Прикольно поболтали, рассказал, где можно пожрать, где вообще, че есть. Где можно отдохнуть, про горы рассказал, про горячие источники. В общем, я планирую в СПА сгонять, когда вернусь в Алматы. На Казахстан у меня планы примерно такие, если вам интересно, я хочу прожить там зиму точно. Весной, возможно, скорее всего, я вернусь снова в Дубай. Оттуда как, я не знаю, как карты лягут пока. Все зависит от того, как, каким образом будут мои планы выстраиваться, где, что будет получаться, где будет как, че работать. Не буду вдаваться в подробности, это уже мое личное, это кухня. Кухня Евгения, мой собственный кривокукинг. Если вы помните, что это такое, лайк, если ты помнишь, что такое кривокукинг и смотрел. Вот, можете посмотреть. Очень старое, старое видео. Эх, ну а все ли хорошо в моей жизни? Естественно, я нахожу поводы погрустить из-за чего-то, но грех жаловаться. Я, я счастливый человек достаточно. Как сделать сальт? Вот так. Делать не надо. Если бы ты мог иметь неограниченную энергию, что бы ты делал? Я бы энергично спал. Я не знаю, вы просто представляете, какой, какой этот дар был бы с тебе получить неограниченную энергию. Я бы спортом занимался. Я бы, проекты все бы, свои дела. Я бы вообще бы не спал бы никогда. Я бы просто занимался бы работой. Я бы любил всех людей вокруг. Я бы всех обнимал бы, бегал, организовал бы с вами встречи, чтобы на 10, 10 дней чисто такой фестиваль, где я бы с вами, ребят, тусил бы. Мы бы все фоткались, обнимались бы, общались. Я бы, не знаю, я бы строил дома. Строил дома. Но вам не следует жить в этих домах, потому что они бы, скорее всего, падали бы сразу. Потому что я не умею строить. Но, как я и говорил, какая разница, что у вас не очень хорошо получается. Главное, что получается что-то, правильно? Вот, я бы, получались бы у меня дома. Купил бы ты мой дом, если бы я его построил. Почему не вышел большой анализ вселенной Little Nightmares, который ты анонсировал больше года назад? Даже фотография была в ВК, что ты в желтом дождевичке находишься на фоне хромакея. Процесс съемок шел активно. Я решил прочитать это в недовольном тоне, потому что, мне кажется, у вас он у всех такой. Я, по-моему, уже отвечал, на самом деле, на этот вопрос. Да, процесс съемок шел активно, он завершен, все уже готово, вот оно все. Есть даже черновой монтаж, есть. Но, опять же, друзья, это слишком большой проект. В данный момент я его не осилю. Опять же, нужны люди, нужна хорошая команда, чтобы это сделать вот прям как надо. Сейчас есть что-то более приоритетное, поэтому я все силы трачу на это более приоритетное. Хотя, мне тоже жаль. Мне тоже жаль, что этот проект пока еще не увидел свет. Но я надеюсь, что когда-нибудь это случится. Опять же, если вы классные ребята, которые умеете монтировать круто, обращайтесь. Или, если вы очень классные внутри, но вы еще не раскрыли свой талант, я могу помочь вам это сделать. Привет, Юджин. Расскажешь о короткой, смешной, неуклюжей и безобидной ситуации из своей жизни? У меня есть двоюродная сестра, но мы, считай, родные. Потому что все детство, когда я ездил к бабушке своей, в город Кропоткин, Краснодарский край, мы всегда были вместе вот каждое лето. Это просто, ну, в общем, мы очень-очень близки. И когда мы были маленькими, она жила со своими родителями в доме, который стоял прям фактически на обрыве. И этот обрыв вел в реку Кубань. Может быть, знаете, такая река есть. Река, которая течет, у нее большое течение, туда плавать стрёмно. Но мы все плавали, разумеется. И вот я был в гостях у нее, и мы вытащили кучу игрушек на улицу и играли, если в общем, возле этого обрыва. И, по-моему, мне пришла прекрасная идея в голову посмотреть, а как круто будут эти игрушки летать. И, в общем, мы брали все эти игрушки и с улыбкой на лице вот так вот по очереди скидывали с этого обрыва до тех пор, пока она не осталась без игрушек. Ругали ли нас потом? Да, но не меня. Смотрел ли ты лучше? Звоните Солу. Если да, то как тебе сериал в сравнении с Breaking Bad? Ностальгирую по твоему влогу в Ольбукерке. А, да, мой влог в Ольбукерке. И до сих пор не выпустил финальную серию этого влога в Лос-Анджелесе. Ненавижу себя за отсутствие продуктивности. Вот влоги, если хотите. Если здесь мне уже не будет возможности ставить подсказки, то в описании я дам ссылку на мои влоги. Они топовые, вам понравятся. По поводу сериала. Я вот только, наконец-таки, на днях закончил смотреть Лучше звоните Солу полностью. И в сравнении с Breaking Bad это то же самое. Это тоже лучший сериал. Один из лучших сериалов, который я когда-либо смотрел. Потому что сразу видно рука автора. Сразу видно, какие клевые писатели работают над сериалом. Ну, актеры, конечно же, у меня есть всяких похвал. И, в общем, все это было настолько классно сделано. А вот сериал вот с первой серии до последней идет в одном темпе. Правильном темпе, который я люблю. Имеет этот юмор прекрасный, который мне нравится. И смесь драмы серьезной с очень лайтовыми и забавными моментами. А самое главное, это что Breaking Bad, что Лучше звоните Солу, это история о людях, которые сказали нет обстоятельствам и пошли реализовывать себя. Да, они наделали кучу ошибок по пути и поплатились за это. Но именно вот эта энергия, эта мотивация, это рвение, которое в них есть, на протяжении этих двух сериалов, они меня максимально вдохновляют. И это то, что я хочу нести с собой. И надеюсь, что это излучается из моего творчества. Мотивация, мотивация делать что-то. Это реализовывать свой потенциал, это прекрасно. Это лучшее, что мы можем делать, мне кажется. Потому что, когда ты реализуешь себя по максимуму, развиваешь себя, от тебя исходят волны, от тебя люди вдохновляются тобой и начинают реализовываться сами. Тоже к чему-то идти. И это по-настоящему делает мир лучше, как мне кажется. Женя, какой был самый запоминающийся день в своей карьере ютюбера? Я думаю, что самый запоминающийся, это был 2016 год на Видфесте, когда вы, ребята, в центре всего зала, всей выставки просто взяли и создали сатанинский круг и начали призывать меня. Это было... Ну, об этом все говорили тогда. И это мне очень польстило. Это, наверное, самый запоминающийся момент. Приветствую. Как опыт создания лоу-фай альбома повлиял на тебя? Планируются ли еще подобные штучки? Это был прекрасный опыт для меня. И он повлиял на меня сильно. Во-первых, он дал мне понять, что я могу сделать все, что я захочу. Поскольку это совсем другая история. Просто это лоу-фай. Вообще, другой жанр. И я выпустил его на своем канале. И вы его восприняли с таким восторгом. Опять же, вот ссылка. Вот здесь, там. Можете посмотреть, послушать музыку и кайфануть. Добавите ее себе в плейлист, если хотите. Это был крутой опыт. И если вы спрашиваете, что я еще делаю в этой сфере? Делаю. И скоро... Думаю, я заанонсирую для вас это. Надеюсь, скоро. Можете вот отрывочек музыки послушать сейчас. Или вот этот. Хватит. Не думал ли ты поменять сферу деятельности своего канала? Например, на влоговый или на стримы? Я думал об этом, но на самом деле лучше всего, если я буду разделять летсплеи. Мне тоже нравится их делать. Пусть останутся здесь. Иногда я буду, может быть, разбавлять разными короткометражками. Но сферу деятельности я уже, в принципе, изменил. У меня уже есть другие каналы. Я пока уже говорил много раз. Не могу пока вам анонсировать их. Чуть позже. Имейте терпение, пожалуйста. Но скоро я вам покажу, и вы сразу увидите целую кучу контента. Так что я уже фактически не поменял, но разнообразил свою сферу деятельности. Влоги и стримы пока, не знаю, нет. Наверное, нет. По крайней мере, сейчас. Может быть, когда-нибудь мне и захочется постримить. Но для этого нужно хотя бы обустроиться где-то в какой-то одной стране. Я сейчас метаюсь по всему миру туда-сюда. Юджин, а сложно ли организовывать масштабные проекты? Поверьте, это очень сложно. Но благо у меня в последних больших проектах, которые я делал, в том числе и BFF, которая, к сожалению, пока что на стопе у нас с Максом стоит, появилась прекрасная продюсер Юля, которой я очень благодарен. И мы до сих пор с ней вместе общаемся. Пока что не работаем, поскольку я переезжаю, опять же, пока не устаканился. В общем, я надеюсь, что мы с ней снова схлестнемся. И она просто чудо. Она всю организацию взяла на себя и лишила меня головной боли. Нам вот просто по максимуму. Потому что раньше, вот особенно если брать сериал «Ноутбук смерти», ссылка тут, который выходил у меня на протяжении трех лет, там три серии всего вышло, по сути, трилогия такая. И я организовывал все сам, и я проклинал это все дело, потому что последний, особенно последний эпизод, третий, он снимался зимой на улице в ужасном месте в Москве. Ну, в плане, оно красивое, но ужасно было холодно, потому что это был переулок, и ветер такой дул, просто пронизывающий. Было очень холодно. Мы все поспали от силы час, и весь день снимали на морозе. Это было испытание самое настоящее. И мне, вот, ребята, там было, снимался Макс, 100500 Руслан Слачев, Эльдар Джарахов. Привет вам, ребята, если вы это смотрите. Они грелись в машине, а я бегал, собирал всякий реквизит, чтобы там, и готовил сцены дальше. Ну, в общем, очень много организационных моментов, которые просто съедали меня максимально. Было очень трудно. И да, проекты большие, конечно же, требуют огромного количества внимания, усердия и организации большого количества людей. Если брать BFF проект «Вершки-корешки», который мы с Максом сняли, то там огромное количество локаций было. Много реквизит очень было, много людей, гример, пиротехники, в общем, световики, звукорежиссеры, операторы. Их всех нужно было координировать, и нужно было избавлять меня от этой головной боли, потому что я режиссировал, и не нужно было уже иметь готовых заряженных людей, а не искать этих людей сначала. В общем, опять же, спасибо Юле за это большое, что она помогла. Короче, да, сложная эта тема, но пипец. В чем ты монтируешь видео? И как долго ты учился, чтобы достичь своего уровня? Спасибо за оценку моего уровня. Я всю свою жизнь учился, на самом деле. Как только появилась первая камера и возможность что-то склеить вместе, я учился. И я просто, опять же, я кайфую от процесса обучения, и много смотрю различного кино, которое мне нравится именно, и стараюсь его всегда повторить. Стараюсь повторить приемы оттуда. Я подмечаю приемы очень такие, знаете, о которых никто особо никогда и не говорит. И даже если ты смотришь Making of, там, behind the scenes, видосы, как там, как снимают это, тот же самый Breaking Bad, как снимают какой-нибудь фильм, который мне нравится, там много чего упускается. Я стараюсь эти моменты подмечать, и я всегда их использую. Опять же, блин, я бы мог много рассказать вам. Наверное, я как-нибудь вам покажу часть из того, что я умею. Например, на примере арка последнего. На самом деле, походу, реально пора курс организовывать и передавать свои знания всему миру. Юджин, сложно ли морально заканчивать свои проекты? Необычайно, необычайно сложно. Если уже опять возвращаться к арку, то я не рассказал один момент, что перед тем, как вот начать снимать последний эпизод, я думал, а может быть, не надо этого делать? Я прям, такое ощущение, как будто я хоронил часть себя. Вот такое было ощущение. И я прям на измене был, реально был на измене. И может быть, не надо, может быть, не стоит этого делать? Потому что это было так грустно. И, в общем, я решил остаться трушным. И сделать вот то, что у меня прямо было внутри. Сделать это так круто, как я хотел. А не мусолить дальше. Я подумал, что лучше потом, когда я вот это сделаю, я лучше что-нибудь еще круче придумаю. Еще масштабней, еще эмоциональней. Потому что для меня это будет прыгнуть выше головы еще раз. А это самое клевое, как по мне. Потому что это своего рода азарт, знаете? Довести до максимальной точки, допустим, сюжет, да? Вот реализовать это, а потом такой, а смогу ли я и это переплюнуть? Смогу ли я, как я вообще смогу вот то, что я уже сделал, то, что я уже закрутил, раскрутить во что-то еще большее? Это, да, это своего рода азарт для меня. Ух, друзья, у меня уже горло садится. Огромное всем спасибо, что посмотрели этот видос, послушали мои речи, послушали мои ответы на вопросы. Спасибо вам за вопросы. Пишите их, продолжайте их писать в комментариях. Я буду отбирать для следующего видоса. Хочу почаще с вами пообщаться, потому что, ну, давно уже с вами этого не делали, и такое ощущение, как будто чуть-чуть отдалились. Я хочу, чтобы мы были прям с вами вот здесь, на одной волне, как и всегда мы с вами. Если вам понравился этот видос, и он превышает, по вашему мнению, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, друзья, еще будет много-много крутых видосов впереди. Не хочу, чтобы вы их пропустили. Пишите в любые комментарии, я буду читать все, буду лайкать, буду отвечать. В принципе, что еще осталось только? Ах, да, пятюлю дать напоследок. Как всегда, по традиции, вот она ждет вашего ладошко-шлепа. Вы готовы? Только не разбейте монитор, пожалуйста, друзья. С вами был Юджин, и всем пять!